Истец Андрей Прохоров предъявляет исковыселение и снятие своей тёщи с регистрационного учёта по месту жительства. Ответчик Галина Исаева с исковыми требованиями не согласна. Прошу садиться. Открыто слушание дела. Я Прохоров Андрей Сергеевич. Подал исковое заявление на выселение и снятие с регистрационного учёта своей тёщи. Так. Что, не понравилась тёща? Дело не в том, что понравилась или не понравилась тёща. Ваша честь. Дело заключается вот в чём. Полгода назад ко мне подходит жена и говорит. Так и так, мама заболела, хочет приехать к нам в город подлечиться. Мол, врачи у нас хорошие, условия у нас хорошие, всё у нас хорошее. Ну, полгода так полгода. Я говорю, пускай приезжает мама. Вот. Приехала мама. Маму прописали на постоянно. Прошло полгода, мама никуда не уезжает. Не против же был, чтобы прописали-то. Нет, я понимаю. Полгода прошли, вот прошло. Она подлечилась, вылечилась. Ну что ты врёшь? Какой дом? У неё в Рязанской области находится собственный дом. Дом? Вот мамы привыкли здесь жить у нас. Дом? Ничего себе не может. Я очень вас прошу. Я очень хочу её выселить. Дело в том, что я её пытался выселить сам, но у меня ничего не получается. Дело в том, что существует регистрация, существует закон. Я могу это сделать только через... Дально, я по закону прописана. И ты разрешила. Вот я и пришёл к закону, чтобы вас позаконно выписали. Не можешь ты меня законно выписать. Скажите, пожалуйста, а когда конфликты-то начались у вас? Вот после чего вы хотите, захотели выселить тёщу? Я проживаю в двухкомнатной квартире. Обратите внимание. Да. Это хрущёвский вариант. То есть это узкие коридоры, это маленькие комнаты. То есть это простая, обыкновенная хрущёвка-двушка. Дело в том, что я с женой здесь вдвоём находиться не могу. Здесь ещё поселилась тёща. Конечно, ты не можешь вдвоём с женой находиться. Ещё кто-то нужен. Я прошу вас, ну помолчите хоть сейчас. Вопрос заключается в том, что куда бы, когда бы я не пришёл с работы, не с работы, везде находится тёща. Она находится в ванной, она находится в комнате. Она что-то обманываешь. Ну не надо выходить на судья в глаза. Мама больная, я понимаю. Мы ей выделили отдельную комнату. Какую? Какую? Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, отдельная комната. Вот, проходя через коридор, через проходную комнату, мы попадаем, уже, я так понимаю, в гости к маме. А не надо в гости к маме. Там все ваши шмотки вообще в моей комнате. Что касается шмоток. У меня маленький уголочек так всем. Минуточку, минуточку. Обратите внимание на мою тёщу. Что это? Обратите внимание. И что? Вот это вот тёща, как можно разойтись в этом коридоре с этим человеком? Ваша тёща находится везде, короче. В ванной, везде. И смотри, я как это можно? Она размещает свои вещи. Вы понимаете? Я путаюсь в этих чехлах для танка. Я хожу у себя через дом, просто, короче, путаю в сторону. У меня чехла для танка? Да я похудела, ты жилоб. Хоть бы копейку ты потратила на продукцию. Да я похудела на 30 килограмм, пока у вас шуми. Ваша честь, это не моя сумма, я хочу личной жизни. Я просто хочу личной жизни. Я хочу детей. Я прихожу с работы. Я понимаю, что... Да, я понимаю, я на эмоциях. Поймите меня, это уже год. Не ври, не год, не год. Встаньте, пожалуйста, на место, достаточно. Я понимаю ваши эмоции, я понимаю, что вам нужна личная жизнь, но при этом я понимаю, что... Не нужно, что... Я хочу посмотреть телевизор после работы. А кто тебе мешает? Кто тебе мешает? Туда-сюда, туда-сюда. Не правда, я один сериал всего смотрю за весь день. А он идет весь день. Не надо брать здесь, судье. Галина Геннадьевна, я прошу вас, сейчас, не надо. Дрюша, мы с тобой ведь... Ну, вы успокоились. Я, доктор, конечно, я спокоен всегда. Вот видите, он себя вести не умеет. Он совершенно не умеет себя вести. Он ругается всегда. Мне понятно. Итак, истец, ваш зять... Да, да. ...прописал вас, зарегистрировал, извините, вас в своей квартире. Нет, это сделала жена. Жена голубушка. А кто собственник? Собственник квартиры. Собственники мы пополам. То есть половина квартиры моя, половина жены. Я живу на дне. Мама у нас живет в половине жены. Я живу женой в своей половине. Все, квартира на двоих. Нет, не правда, ваши вещи в этой большой комнате все, и стены. Нету там моих вещей, там только ваши вещи. Вот эти рюкзаки, вот эти вот, смотри, я не знаю. Молодой человек, успокойтесь, иначе мне придется вывести вас из судебного заседания и дайте мне все документы, которые у вас есть. Документы, пожалуйста. Пожалуйста, документы. Обратите внимание, что это всего лишь его доля. Хорошо, что вы не успели их порвать, а всего лишь помяли. Это все-таки документ, свидетельство о регистрации права. Если бы вы прожили год с моей тещей, вы бы принесли сюда все. Просто, чтобы показать, фотографировать. Я просто не догадался. Вы понимаете? Я просто как бы, как бы все это на эмоциях. Я не сделала этих фотографий, когда, короче, это проходило. Мам, никакой благодарности. Я просто для вас сделала. Так, достаточно. Все, достаточно. Теперь стойте, пожалуйста, и молчите. Молчать можете? Да. Или удалить? Ее. На всякий случай. Из моей квартиры, кедрение матери. Вас из судебного заседания не надо удалять. Даете слово молчать? Слово не даю. Тогда буду штрафовать. Ну, почему, почему не хотите уехать-то? Ваша честь, я же не просто там сюда приехала, в Москву. Я больной человек. У меня стенокардия, у меня остеохондроз, у меня варикоз. У меня вот все справки есть. И я приехала лечиться и сделать операцию. Ваша честь, это все скоро будет у меня через месяц. Уже полгода я жду операцию. Да, я живу у них полгода. Но у меня нет другого выхода. Ну вы привезите свой дом по старте под балкон и живите. Замолчи, дай сказать. Я, меня дочка прописала на свою долю, с его разрешения. Прописала для чего? Пенсия побольше. Я могу бесплатно операцию сделать, могу полечиться бесплатно. Вы же понимаете, я пенсионерка. Откуда у меня такие деньги? Деньги сумасшедшие. Пенсионеров она плечет бесплатно. Здоровых нас уже будущих за деньги. Все деньги, которые я скопила за свою жизнь, я отдала им, чтобы они могли купить квартиру. Понимаете, они у меня 80 тысяч. Он меня выпросил. У меня дом в Рязани, рушится стена, у меня крыша сползает там. У нее сползает крыша действительно, не только в доме. Он мне обещал отремонтировать. Письмо прислал. Дорогая Галина Геннадьевна, я вам обещаю, клянусь, что я вам починю дом. Я починю, я уйду, я отремонтирую вам все. Что ты не оплодала? 80 тысяч. Все деньги, которые я имела, я дала им на квартиру. Я больше не имею с чего. Вернули меня с этими деньгами. Истец, вы брали деньги у тещи на покупку квартиры. Дело в том, что это выглядело несколько не так. Я одолжил эти деньги. Я одолжил с учетом того, что я готов поправить. Вы вернули долг. Я могу его вернуть? Нет. Не надо мне твои деньги. А что? Вы готовы вернуть прямо сейчас, в судебное заседание? Да. Чтобы пришли с деньгами? Я вас не возьму деньги. Я одолжил эти деньги. Я готов вернуть 5 тысяч евро. 5 тысяч евро? Ты охалял? Ты ха, негодяй! 5 тысяч, возьми свои вшивые деньги. Ты сколько денег у меня взял? У меня дома теперь нет практически. Значит, вы добились того, что я вынужден оштрафовать вас обоих. Вас на 5 тысяч рублей и вас на 5 тысяч рублей. Чтобы знали, что в судебном заседании не нужно кричать друг на друга, а нужно высказывать свою точку зрения. Да уже накипело, вы понимаете, что я делаю. Попросите его меня не перебивать. Я доскажу, и вы все поймете, в чем тут вопрос. Ну, продолжайте. Я же им не враг, понимаете? Я все им, пожалуйста, и готовлю, и стираю, и помогаю дочке. Он говорит, детей хочет. Ну, хочет детей, я же буду за ним присматривать. Да мне достаточно воспитания, чтобы вы воспитали свою дочь. Уезжать вы не собираетесь, да? Я прописана там по закону. Они оба согласились. Дочка моя не хочет, чтобы я уезжала, потому что она сама боится. Меня не было, если вы знали, как он уехал себе. Послушайте, но ведь похоже на то, что если не уедете вы, то уедет истец от вашей дочери. Вы знаете, вы дочечку мою спросите, она у меня свидетелем, она вам подтвердит, что она боится иногда даже с ним оставаться. Он просто тиран. Он тиран, невозможно. Ну, как же так, когда меня не было? Давайте послушаем вашу дочь. Сойдите, говорит, ой, за лошадь. Пригласите, пожалуйста, свидетеля-ответчика. Как же ложь, но ее не спросите. И что, каждый день так и дома, да? Свидетель-ответчика, пройдите. В день два раза. Утром и вечером я ухожу на работу, я прихожу с работы. И кричит, и кричит, и кричит. Невозможно уже. Ну и поехали бы к себе, в Рязани. Куда? Нет дома. Нет, понимаете, он забрал деньги, он не отремонтировал, как обещал. Я уже показывала письмо. Ну вот деньги достаточно на ремонт? Нет, конечно, это копейки. Что такое пять тысяч евро? Я давала их деньги, когда они сколько-то сходят. Я отдам, я отдам, даю все, что есть. Что происходит вообще? Забери свои деньги, забери, я сказала. Что делаете-то? Свидетель, кто вы? Прохоров Анна Борисовна. Анна Борисовна, что там происходит у вас в семье? Ваша честь, вы поймите, что маме действительно очень трудно в деревне. Там же жить вообще невозможно, там дом разваливается. У меня такое ощущение, что маме трудно в обществе. Нет, это неправда. Это неправда? Нет. Ну что ты говоришь? Ну ладно, продолжайте. Неужели у тебя закрыты глаза на все, что происходит в этом доме? Естественно, эти домашние разговоры оставьте до прихода в эту квартиру. Условия там совершенно невыносимые. Там крыша течет, стены уже сырые от этого всего. Андрюша обещал ремонт. А у вас отношения сырые из-за того, что не можете разобраться? Так вот я и говорю, что я как между двух огней между ними. Я не знаю, как их помирить еще. Не надо умирить, надо маму убрать, и все будет хорошо. Не надо маму убирать. Может совсем не уйти? И лечить от него осталось полгода. Полгода? Полгода уже, б***ь! Простите. Уже полтора года. Да возьми нож, тогда прирез. Что же осталось-то тебе? Ведь там же вообще другие условия в этой Рязанской области. Да ее убьют, там вообще зарежут эти врачи. Там другие медицинские условия. Пускай мы умрем. Плохо и жила она там, а так плохо и жила. Поехали мы в Рязань. При чем здесь мы? Сейчас не о нас речь. Да. То, что мама живет с нами, это не о нас речь. Здесь и пенсия совсем другая, и медицинская обслуживание на высшем уровне. Истец, давайте мы с вами поговорим. А вот если вам снять жилье, то может быть так разрешится вопрос? Ваша честь, это моя квартира. Но ваша квартира, ваша. Вы снимите жилье и живите со своей женой. А в вашей квартире будет жить на своей половине теща. Я уже не знаю, как их примирить еще между собой. Не знаю уже, что делать. Она не понимает своей головой, что он одет. Она или слепая, или я понять не могу. Эта женщина, каждый раз проходя вот в этом коридоре, прижимает меня своей грудью к стене. Я боюсь приходить один домой, потому что... Галина Геннадьевна, для вас это новость. Вы понимаете, что в чем дело? В каком смысле она прижимает вас к груди? Ваша честь, в каком смысле женщина может прижимать мужчину к стене? Я тебя умоляю. Смысл, я понимаю, только один. Какой смысл? Он специально, ваша честь. Вы хотите сказать, что теща домогается... Абсолютно верно, ваша честь. Что, Господи? А почему вы не могли сказать об этом своей жене? Я... Она как котенок. Она прелесть, она умничка. Огромный низкий поклон за воспитание дочери. Пожалуйста, дорогой. Но если ты хоть раз еще на меня скажешь подобные вещи... Прекратите уже, мама! Можем считать, что я тот, кто враг на все оставался? И слава богу! Подлец! Да, по-моему, вы на сегодняшний день-то не друзья. Удаляюсь для принятия решения. Оглашается решение суда. Уважаемый истец. Ваша теща является членом вашей семьи. И зарегистрирована по месту жительства на законных основаниях. Другими словами, в соответствии с жилищным кодексом, ваша теща имеет такие же права на пользование и владение этим жильем, как и вы. Поэтому законных оснований у меня для того, чтобы принять решение о выселении вашей тещи из этого жилья, не имеется. Несмотря на то, что внутренне, и как человек, и как мужчина, и как гражданин, я вас понимаю, что в таких условиях жить тяжело. Но надо тогда принимать какие-то решения. или работать больше, и покупать новое жилье, или арендовать его. Но если хотите сохранить семью, арендуйте. Я отказываю в удовлетворении иска, потому что закон не на вашей стороне. Решение суда. В иске отказать.